здравия всем желаю спешу вам рассказать об этом документе который меня повёрк в ступор его прислал мне соратник ну для начала дисклеймер сейчас в интернете появилось много разных всяких роликов например о единорогах то есть лошадей не было бы единороги и идут ссылки на кучу кучу разных всяких книг где эти лошади с рогами бегают и на кучу разных всяких иллюстративных материалов дети лошади с рогами бегают ну смысл в том что чего-то очень много появилась всякой поддельной хрени которая сейчас выбрасывается в инфополе и на основании этого делаются разные всякие предположения уже даже не предположения уже считается доказанным тема существования того или иного феномена ну так вот считая что это дело целенаправленно с тем чтобы все попытки восстановить историю они оказались наши попытки они оказались бессмысленными и потонули вот ворохи таких вот псевдо сенсаций как я их называю с учетом того что я считаю что спальсифицировать тот или иной документ особенно в электронном виде туда абсолютно никакого не представляет оригиналов в руках никто не держал я могу сказать следующее что я это в руках не держал что это может быть спальсифицировано также и что к этому нужно относиться осторожно но я хочу все-таки с вами этот документ обсудить и его странности вам доложу но теперь по сути вопрос это перечень городов россии по алфавиту соответственно представлены здесь количество жителей реки какие-то важные которые в этой провинции находятся ну и собственно говоря эта информация про всю россию матушку в том числе включая царство польское истлянскую там губернию великое княжество финляндская как этот документ называется статистика географической таблицы городов российской империи посвящается его императорскому высочеству государю великому князю николай александрович то есть этот документ он был отцензурирован бикетовым цензором 1 декабря 1854 года было выдано разрешение на печать этого документа санкт-петербурге первая странность это вот это то что составить сель него с артемовский составил в 1855 году а годом ранее его разрешили к печати ну это не самое главное также обращается внимание что он имеет цену этот документ и предназначается на продажу видимо для широкой публики в том числе 50 копеек серебром он стоит напоминаю также что полтора года идет война и в октябре 1854 года противник приступил но по официальной истории касание севастополя ну а теперь вторая основная странность этого документа смотрим и ищем город севастополь и не находим его есть свин саны свиярск себеж семенов себеж семенов вот здесь должен быть севастополь севастополя нет таблица в которой севастополь не фигурирует это алфавит городов российской империи смотрим тело таблицы таблическая губерния симферополь евпатория феодосия перекоп алёшки мелитополь бердянск ялта севастополя нет про севастополь есть указание мелким шрифтом в уезде него то есть симферополя находится севастополь город черном море превосходный военный порт обращаю еще раз внимание во первых никакого крыма нет есть таблическая губерния это вопрос о том где велись боевые действия второе что среди городов в том числе населением 496 человек вот ялта 496 человек имеет население севастополь не указан второе третье вот современная карта таврической губернии вот бердянск вот мелитополь вот симферополь а севастополь это второй город в крыму по численности населения и по значимости указана ялта но ялта она гораздо меньше севастополя и с учетом того что герчь явно больше ялты возникает вопрос почему эти города не указаны так у меня есть предположение на этот счет буду вам докладывать третья странность этой таблицы заключается в том что по мнению составителей население россии составляла всего 64 миллиона человек понятно да плюс минус 10 миллионов туда-сюда про турции я вообще не говорю мы ничего не знаем о времени середины 19 века ничего я не поленился сделал таблицу губернских городов того времени на основе вот этого перечня ну и соответственно попытаюсь понять какая была плотность населения где она была наименьшей об этом голосу отдельно ну а теперь давайте на минуточку представим такую ситуацию идет война в крыму за город севастополь уже два месяца как супостат его пытается осаждать идут огромные ожесточенности бои все внимание императора николая первого все внимание российского народа обращено на город севастополь а города севастополя нет вернее он указан как город без населения то есть мое предположение относительно города севастополя следующее вот это все что здесь написано о нем необходимо читать буквально есть такой город севастополь но население в нем нет и при этом это есть военный порт то есть там есть плоские экипажи там есть обслуживающий персонал возможно семьи но именно население этого города почему если вы помните я выпуске 18 про крымское ханство рассказал о том что крымское ханство было уничтожено на крымском полуострове в результате катастрофы я полагаю что город севастополь был также уничтожен в результате этой катастрофы равно как и город керчь евпатория пострадала гораздо меньше видимо выше находится симферополь находится в глубине полуострова также меньше пострадал ялте практически нет населения буквально 500 человек что касается севастополя там просто база плот ну а также можно сделать вывод о том что крымское ханство так называемое было частью руси строила крепости звезды и основала город севастополь и это все погибло в результате глобальной катастрофы 1590 года к войне 1853 года россия сумела восстановить численность лишь вот эти городов но это незначительно 13 тысяч триста сорок для евпатории 15 тысяч на симферополя тогда как сейчас после всяких гражданских войн великой отечественной войны и украинского бедствия там проживает сейчас в 10 и 20 раз больше населения как выглядел севастополь до потопа а вот так это михайловский собор здесь должен быть крест но креста нет видимо был воздушный удар одновременно с цунами то есть идет война и пытаются восстановить собор вот все эти разрушения которые дальше мы будем видеть их невозможно причинить ядрами пушек на это мое внимание обратил один из моих соратников это четвертый бастион что мы здесь видим мы видим что он завален вот здесь вот прям куча земли находится нельзя пройти от орудия к орудию и видно что моряки которые здесь они пытаются откопать форт вот эти разрушения они не причинены ядрами пушек это екатерининская улица она находится вообще принципе вне секторов обстрела то есть она находилась в глубине обороны и вне секторов обстрела орудий коалиции остатки театра в севастополе как будто у господ французов и англичан не было более достойных целей а вот долбили они по этому театру и вот так вот они его разрушили практически весь александровские казармы вне досягаемости орудий на этом доклад закончил всем добра